Всех приветствую на своем канале! Сегодня я буду коптить новогоднюю форель, как вы уже поняли, в своей коптилочке от компании Moskit. Вот такая рыбка у меня получится, форелька не крупная, но ничего. Ну что, давайте посмотрим, как это будет. А будет, я думаю, все хорошо. Вот такая форелька есть у меня, вот так она выглядит. Вы уже увидели, как она выглядит в готовом виде. Ну что ж, начнем, приступим к разделке. Она уже разморозилась, рыбка искусственно выращенная. Ну, посмотрим, есть ли в ней икра или нет. И еще хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом! Ну что, начинаем разделывать! Рыбка попала ко мне размороженной. Я ее, ну, свежевылов. Я ее заморозил перед тем, как разделывать. Сейчас ее разделать буду на филе, сейчас удаляю все плавнички, голову. Ну, все, короче, ускоряюсь. Так, смотрим на наличие икры. В этой рыбке немножко икры. Вот такие небольшие ястыки и корочки. Разморожу потом и засолю совсем немножко. Вот такие половиночки получаются. Сейчас всю рыбку разделываю и перехожу к солению. Форель почистил, промыл. Укладываю вот в такую посолочную тару. Пищевой это пластик. И засыпаю соли. Соль, смесь солевая, это 3 килограмма соли на килограмм сахара. Обильненько посыпаем каждый кусочек. И так я ее оставлю на 7 часов. Вот так. Вот так. Продолжение следует... Когда пройдет 7 часов, я ее промою в холодной проточной воде от лишних остатков соли и повешиваю вывешиваться, так сказать, на дозревание. После этого я покажу, что я буду делать дальше. Ну вот и прошло 7 часов. Я достал форель, промыл ее холодненькой водой от лишних остатков соли и повесил вывешиваться. Сейчас она у меня отвисится, с нее стечет лишняя влага, немного даже подсохнет. И после этого я ее отправлю в холодильник, чтобы она чуть-чуть дозрела. Потом буду помещать в сушильно-вялочный шкаф. Все вам покажу, что я настраиваю, как запускаю в сушильно-вялочный шкаф, чтобы посушить форель. Все, увидимся на вялке. Ну что ж, форелька отвиселась, полежала в холодильнике, потом вот я ее опять повесил. И сейчас помещаю ее в сушильно-вялочный шкаф вот такой вот у меня от компании Moskit. Ну и, думаю, часика-два ей будет достаточно, поскольку влажность не сильно большая. Будет все, думаю, нормально. Температуру выставлю около 25 градусов, вот смотрите. И таймер выставлю часика на два, а потом посмотрю, как она будет уже выглядеть. И все покажу. Цикл осушения, так сказать, вялки закончен. Вот так выглядит подсушенная, подвяленная форель. Снизу у меня еще висит нерка, я тоже ее буду коптить, кижуч. Но речь сейчас не о них. Вот такая вот форель у меня получилась, подвяленная. Сейчас она пойдет в коптилочку. Смотрим. Вот так выглядит хорошо провяленная форель. Сейчас я буду закладывать в свою коптилочку Moskit и буду ее коптить. Конечно, форель буду коптить не одну, еще туда же заложу и нерку, чтобы, так сказать, пространство больше использовать. Так что давайте посмотрим, как это будет. Закладываю форель, закладываю дровишки, выставляю градусы на 350. Дымок пошел, камера наполнилась дымом. Включаю статическое электричество и рыбка коптится сама. А я просто сижу и жду. Ничего в этом сложного нет. Это самый легкий процесс в копчении. Копчение это самое простое. Тяжелее всего приготовить рыбку. То есть разделать и засолить, а коптить не сложно. Ну что ж, приступим к копчению и потом покажу обязательно готовый результат. И у вас все получится, коптите, друзья. Все будет хорошо. Дровишки заложил ольховые. Включаем сеть. Выставляем градусы на 350. Выключаем дым. Когда камера наполнится дымом, я убавлю до 120 и включу холодное копчение. Должен быть вот такой приятный звук жужжания. Это значит нигде ничего не замыкает. Все, начинаем коптить. Ну что ж, вот и прошел весь процесс. Дровишки я уже достал. Вытяжка работает. Посмотрим, какой результат у меня получился в коптилочке мазки. Я уже вижу, конечно, его. Но сейчас хочу и вам показать. Посмотрите, друзья, какая красота. Это нерочка. А вот форель. Цвет лег изумительно. Сейчас на нерочке покажу. Смотрите, какая красота. И у вас все получится. Сейчас все развешиваю и подсниму еще. Маленько обдуваю все, чтобы было по фэншую. Ну что ж, рыбка повисела. Я ее обдул в шкафу сушильным вялочным. Позади у меня еще висит нерка, которая с ней же коптилась. Вот такая красота у меня получилась. Но я думаю, что результат достойный. Друзья, коптите, все у вас получится. Мечты не работают, пока не работаете вы. Все это я сделал в своей коптилочке мазки. Не так это сложно. Каждый сейчас у нас занимается тем, чем он хочет. Я выбрал себе вот такое хобби копчения. Вы тоже можете выбрать его как бизнес или как хобби. Это ваше право. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Всем счастья, удачи в году. И пусть ваши мечты сбудутся. И вы приобретете себе обязательно какую-нибудь хорошую коптилку. Ну, например, коптильную москит. И все у вас получится. Всем всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok